Привет и Даша! И сегодня я буду рассказывать о трёх книгах, которые прочитала. «Странная радости» Стивена Кинга, Анна Берсинёва, Москва, Нью-Йорк, Любовь и «Братия Царский Витязь». Начну со «Странной радости» Стивена Кинга. Уже не знаю, в книге дело или во мне, но читала я её странно. В первый раз, когда я попробовала её читать, она у меня как-то вообще не зашла. Я её отложила в сторону. А потом как-то мне нечего было читать, и в электронной книге оставалась только она. Я начала, и она мне захватила буквально первый строк. Я просто не могла оторваться, пока я её не дочитала. Я не знаю, что это было. «Странная радости» — это книга о молодом человеке с разбитым сердцем, который, он студент, и поступает на работу в парк развлечений. И благодаря этой книге я очень много поняла об американской индустрии. Такого, этого плана я бы не назвала эту книгу какой-то прям сверхмистической. Там есть мистика, но в минимальных, совершенных размерах. Сказали, это история о серийном убийце. И даже нет, это как-то на втором плане отходится. На первом плане именно вот работа в парке развлечений. И читать это очень интересно. Там свой язык, свой жаргон собственный, с которым знакомиться весьма любопытно. И книга очень хороша. Я не знаю, почему она у меня не зашла с первого раза. Далее будет порядочное чтение, как я читала. Это «Мария Семенова, братья, царский витязь». Это продолжение первой части про братьев. И книга у меня легко не пошла. Как у моей мамы, но здесь у нас разные причины. Дело в том, что приставание ведется в стиле старо-социальянского языка. И там нет, по-моему, никаких таких особых сложных слов по тому, как поставлено слово, предложение. Как-то вот интуитивно, очень понятен язык. Я не нашла никаких трудностей с этим. У меня другого плана были осложнения. А вот маме именно язык не дается. Она не понимает, о чем речь. А у меня сложилось другом. Дело в том, что сюжет этой книги как ковер. Такой узорчатый, красивый, многоплановый, яркий ковер. Но так как там много людей в разных географических точках нахождения, и автор постоянно прискакивает с описания жизни одного человека на другого, и я не успеваю за всем этим поспевать. Тем более я уже забыла, что происходило в первой части «Братьев». И поэтому я постоянно путалась и не понимала, что вообще происходит, с кем. Это для меня было сложно. И вообще у меня создалось впечатление, что не каждый родился для этой книги. И я сказала именно то, что сказала. Я не хотела сказать, что эта книга написана для всякого. Именно не каждый родился для этой книги. Потому что для неё нужно именно родиться. То есть это как арбузы. То есть у нас, допустим, в Сибири, арбузы готовы к упрямлению не так ближе к сентябрю. Если я захочу арбуз в мае, а они ещё не созрели, это не значит, что я плохая, или я дура, или что-то со мной не так. А именно вот то, что арбузы просто ещё не готовы. Так и с этой книгой. Если она вам не понравилась, если она вас не зашла, если вы не начитали её до конца, это не значит, что вы глупы, или книга плохая. Просто вы для друг друга нежны. О чём здесь речь? В первой части «Братья», братьев одной семьи сильно разлучают. И во второй части брат, оставшийся дома, он всё хочет трюнется в дорогу, искать своего брата, вернуть его домой. И там рассказывается и о других людях, как я уже говорила, которые у меня никак общий узор кавыра не складывались. И всё это происходит в мире. Если вы читали Волкодава, то в его в мире всё и происходит. Не Волкодав, никто из его спутников. Здесь не упоминается, но по названиям стран видно, что это его вселенная. И в общем, книга такая достаточно сложная. И после неё, например, мне очень сильно хотелось разгрузить мозг, почитать что-то лёгкое, совершенно неоприменительное. И вот почему я начала читать Анну Берсинёву, к которой мы сейчас и приходим. Анну Берсинёву, Нью-Йорк, Москва, Любовь. Эта книга меня опечалила. Предполагается, что это романтика. В принципе, так оно и есть. Но, когда мы, ладно, не буду вообще, когда я думаю романтики, мне видится девушка красивая. Она верная. То есть она не распаляется по мужикам. Она однолюбка. Она милая и славная и добрая. И, скорее всего, её большинство кожанчих людей любят, хотя находятся завистники, злопыхатели, которые за спиной что-то могут говорить. Вот такое представление у меня романтичная героиня. Но здесь всё не так. Очень много интимных связей, очень много романов. Даже если она встречает человека, которого ей нравится, в принципе. Но как-то получается, что только-только познакомиться ему сразу уезжать. Она не сидит на месте, вздыхая о нём, думая, что о, скорее бы вернулся и у нас всё будет. Нет. Она не одинока. Она со спутниками, скажем так. И это меня печалило. В чём эта книга? Она сразу с двух персонажей. Здесь перекличка двух эпох. Современность и 30-е годы. 30-го столетия. Время очень опасное, очень голодное, очень некомфортное. И такое. Это история о молодой девушке и её породительнице. Обе переживают какие-то связи с мужчинами. Обе мечтают стать актрисами. Обе талантливые и такие очень независимые, оригинально мыслящие, умные. У каждой есть история своей любви. Чем меня расстроила эта книга? если бы читатель воплощал какого-либо режиссера, то я была бы Станиславским, потому что я не верила ни этому слову автора. Дело в том, что 30-е, как я уже сказала, время очень опасное, но когда я читала о мыслях героини, которая жила в эпоху чудовищную совершенно, я в ней не видела ничего, что отражало бы это время. Она мыслила абсолютно как современный человек, которому ничего не угрожает. И если бы пару раз она не говорила, что у нее есть подруга еврейка, которого могут сослать в лучшем случае, и что вот она голодает, не может купить даже себе женскую сумочку, я бы вообще даже не поняла, что это именно конец лица. То есть автору совершенно и абсолютно на мой взгляд не удалось принести настроение той эпохи. Очень недоработан второстепенный персонажи, я была убита этим, потому что явно, что Перстенева пыталась показать историю любви этих персонажей, но недосказанность о их судьбах меня просто убила. И очень странная бабушка, бабушка главной героини повела себя, когда была разлучена со своей очень близкой подругой, а потом когда была возможность с ней поговорить, она очень странно себя повела, и мне это непонятно, то есть это совершенно полностью противоречило изначальных отношений, которые пыталась автор как-то описать в книге. в общем эта книга сплошная моя боль, незыблемая. Я даже боюсь какой-то еще книги этого автора прикоснуться, боюсь снова огорчиться. я разумеется это сделаю, потому что одна книга это далеко не показатель, не стоит о ней судить по прочим произведениям этого автора, поэтому все-таки буду пытаться просто и немножко с этим подожду. Вот о таких книгах я хотела рассказать сегодня, и я это сделала. Так что на сегодня все, всем пока, до скорых книг.